МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо здесь? Я кое-что приготовил? Давайте. Ваша честь, ну какой нормальный человек согласится, ему никто не даст разрешение даже взлететь во время Олимпиады 14-го года, на зимних Олимпийских, никто не разрешит его воспользоваться. Вы что, хотите здесь летать? Да. Я вам хочу продемонстрировать, как я управлял... Ваша честь, не разрешайте ему это поделать. Как я управлял Мишкой в 80-м году. Ну неадекватен, ну просто неадекватен. Это кресло 30 лет. Этому креслу 30 лет. Я его хранил в сарае, она не знала. Иначе бы выбросили. Вы хотите сказать, что именно вот это кресло находилось в Олимпийском Мишке? Да, посмотрите на эту сказку. Всё блестит. Рома, вот именно, что это сказка. До 14-го года сохранится мама не горюй. Но, по-моему, это обычное авиационное кресло. Ошибаетесь. Ошибаетесь, Ваша честь. Одну секунду. Я докажу. Я докажу мировой общественности. Люди поймут, что с 80-го года 30 лет никто не знал своего героя. Никто не знал своего героя. И я полагаю, что в 14... Подержите стул, будьте любезны. В 14-м году я обязательно, Ваша честь, эту историю ещё раз вам продемонстрирую. Оп, на. Сижу. Сижу. Вы представляете... Будьте любезны, поставьте диск. Вы ничего не поймёте, господа. Поставьте диск. Поставьте. Во время того, как Мишку вынесли на дорожку олимпийскую, там несли... Естественно, у меня было много помощников. Стадион 100-тысячный. Полный народу. Подержите, что. Полный народу. Заканчивается Олимпиада. Мишку выносят на беговую дорожку. Естественно, он направлен на вип-трибуну, где сидит генеральный секретарь. Вы мне скажите, пожалуйста, а на учёте в ПНД вы не состояли никогда? На учёте... Я не знаю, что такое ПНД, Ваша честь. Это психоневрологический диспансер. Я вам справку предоставил о том, что я психически здоров. А где ты достал эту справку-то лучше скажи, а? Можно я дальше продолжу? Шары располагались у Миши. С правой, с левой стороны лапы. Естественно, при турбалентности Мишку вращало туда-сюда. И сложно было направление полёта определить. А я должен был приземлиться на Воробьёвых городах. Там был пульт управления полётом. Вы себе представить не можете, это было как раз... Посмотрите, посмотрите на видео. Вот именно там вы находились. Подождите, я неровно сижу, Ваша честь. Сейчас я развернусь. Боже, Ромочка, что ж ты делаешь? Слезь оттуда, пожалуйста. Слезь, успокойся. Маруся! Успокойся, остановись. Я тебя убедительно прошу. Да, да, да. Вот видите, правой лапой. Вот правой лапой. Остановите его, пожалуйста. Остановите. Покажите левую лапу. Лапу левую. Да. Левую лапу. Да, вот сейчас он вылетает к вип-трибуне лицом. А мне надо было развернуться в сторону Воробьёвых гор. Я вам говорил, что там у нас был пульт управления полётом. С земли подаётся команда включить форсаж. Я форсажа не знал, честно говорю. Два года готовился, не знал. Он находился у меня под правой ногой, красная кнопка. Включаю форсаж. Включаются все четыре лапы. Оказывается, там стоял в каждой лапе турбодвигатель дополнительно. Меня выносит резко, резко выносит вверх. Я теряю сознание и приземляюсь уже. Там же, на Воробьёвых горах, только на пивной ларёк. Лечу вниз. Смотрю, не дай бог, думаю, что... О, 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 что ты делаешь? Не дай дому... Не ударились? Да нет, тогда было... Нормально всё? Посложнее, да. Думаю, но... Распугал алкашей, ларёк остался цепь. В общем, вот такая вот ситуация, Ваша честь.